Российский боец Минаков прокомментировал первое поражение в карьере бокс-масс-порт. 13-3, 19 февраля 2019 года. Российский боец Минаков прокомментировал первое поражение в карьере. Фото, Валерий Шарифулин, ТАСС, российский боец смешанного стиля. ММА. Виталий Минаков прокомментировал поражение французу Чейку Конга на турнире. Белэйта. 216. Его слова приводят ТАСС. 34-летний Минаков рассказал, что был госпитализирован и покинул больницу только за пять дней до выступления. У бойца диагностировали флегмону гнойное воспаление в икроножной мышце. Во время тренировки у него поднялась температура до 41 градуса. Бойцу был назначен курс антибиотиков. Несмотря на состояние здоровья, Минаков не стал отказываться от боя. Понимал, что бороться получится, а вот на лапах до боя работал три раунда по пять минут. Считал, что в стойке меня хватит на 15 минут. Но, к сожалению, этого не произошло, заключил Минаков. 17 февраля россиянин потерпел первое поражение в карьере, уступив Конга единогласным решениям судей. Француз, благодаря победе над Минаковым, стал претендентом на титул чемпиона в тяжелом весе. Действующий обладатель пояса американец Рен Бейдер, нокаутировавший в финале гран-при тяжеловесов другого российского бойца Федора Емельяненко. Минаков четырежды становился чемпионом мира по самбо. В ММА россиянин одержал 21 победу и потерпел одно поражение. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.